Тайны вечной книги И вот вы смогли точно совершенно логически убедить меня ответить на вопрос, почему глава называется Итро Тут все заповеди Творца, состояние Угарусина и вдруг называется глава Итро Ну повторим, может быть, потому что вся Тура, которая дана, хотя она дана народу Израиля Она дана ему для того, чтобы он начал с ее помощью исправлять весь мир И поэтому Итро, который является связующим звеном между народом Израиля и всеми остальными народами, которые надо исправить Он и является здесь главным героем То есть так и сказано, что народ Израиля сам по себе, который вышел из Вавилона, прошел все эти пути И сейчас начинает уже получать методику исправления Он в принципе с этой точки в сердце, которая есть в этих людях Начинает сейчас развиваться до какого-то состояния Он потом должен будет упасть на уровень тех народов мира Избавиться как бы насильно от всех тех духовных достижений, которые достигнет Смешаться Смешаться со всеми народами И потом начинать их вытаскивать Вот это наше время, когда уже начинается этот процесс То есть вся Тура вообще дана не для самого народа Израиля Не для этой группы каббалистов, которая вышла из Вавилона А для того, чтобы они в себе, в самих организовали этот духовный инструмент И с его помощью начали исправлять все остальные народы мира Потому что из Вавилона ушла маленькая группа людей Да, несколько тысяч Несколько тысяч Эта группа практически, она очень медленно размножается Очень медленно Это вот те же 15 миллионов, которые говорят, что существуют от этой группы Это, в общем-то, плюс-минус, в два раза больше, может быть, в два раза меньше От того количества, что там бывало А в общем, самая основная масса – это Вавилон И вот поднять все это человеческое огромное желание Притом очень отдаленное от духовного Которого называется Вавилон Которого называется человечество Человечество, да Это задача этой группы У нее, у самой, у этой группы Своей личной миссии иной нет И поэтому вручение Торы И Тро Становление вот этой группы Вот эта самая главная, я бы сказал, сцена Всей вечной этой книги Она Именно для этого и дана Изначально Получение Торы связано с тем, что Вот эта группа Сделает из себя Инструмент для исправления мира То есть они берут на себя ответственность Что использовать это будут только для того, чтобы исправить мир Да Исправив себя сначала Исправив себя, подготовив себя Подготовив себя Грубо говоря, да Для исправления мира В этом заключается их задача И изначально они это все должны на себя принять Иначе нет смысла получать Тору То есть методику исправления То есть они должны быть проводниками Да И все, это их миссия Но это не обижает вообще народа мира Если мы уже коснулись этой темы Что вот как бы Речь идет все время Вот вы избраны И вы все время об этом говорите И это нас обижает Да, но это избранность Это Избранность, я бы сказал Она Она не строится ведь на эгоизме Она строится на обслуживании И поэтому Здесь нет никакой гордости Или чванства Чеславия Того, что вообще Так сопутствует И так естественно для эгоизма Здесь наоборот Все идет в другую Противоложную сторону То есть Если я Знаю больше Сильнее я Духовно И так далее Кого-то другого Но весь я настроен Не от себя А именно для того Чтобы это все делать ради него Здесь происходит Очень такое Замечательное Уравновешивание Потому что Доставить наслаждение Творцу Что является в принципе Целью выполнения Можно только тогда Когда соединяются Вот эти две Противоположные части Когда группа Которая называется Израиль Которая направлена Прямо на Творца Поэтому называется Израиль И Ешаркель Она работает С второй группой Которая называется Обычно Человечество Народы мира И одни не могут без других Нуждаются одни в других И именно вот это Вот их взаимное Исправление Действие Когда народы мира Давят на Израиль Чтобы он поскорее Это совершил А Израиль Понимая это Сознательно Ускоряет Своё исправление Свою подготовку К тому Чтобы стать Воспитателями Обслуживающими Как бы народы мира Всё это Совместно между ними Работает На одном уровне Потому что Общее их Движение Становится К Творцу Поэтому они Тут совершенно Равнозначны И даже более того Израиль Тут чувствует себя По мере своего Духовного Возвышения И своего Духовного Воплощения И главное Своей реализации Он чувствует Себя Всё более И более Обязанным Обслуживающим Работающим На народа мира Так что Здесь я бы сказал Что Вообще Ощущение Совершенно другое Задано Творцом Такое состояние В нём Поскольку Это всё Исходит Из одного Корня То нет Здесь высших И низших Всё Соотносится К нему И всё Приходит К нему И поэтому Каждый Выполняя Свою Миссию Свою Работу Дополняя Всю эту Общую Картину Он становится Абсолютно Равноценным С другими Хотя Несомненно Существует Я сказал бы Роль ведущей И роль ведомых Несомненно Но она Невозможно Становится Даже в том Что Невозможно Быть ведущим Если ведомые Если тебя Этого не требуют Если не согласны С тобой Если тебя Не подталкивают То есть Есть обоюдная Работа во всём В итоге Когда Человек Начинает Внутри себя Сначала Таким образом Готовить себя Обнаруживать себя Состоящим Из части Его желаний И намерений Которые Влекутся К творцу И части Которая Тянет его Обратно К материальному Он начинает Видеть Насколько Эти две части Работают И взаимообязаны Друг другу Взаимоопределяют Друг друга Поэтому Как в человеке Так и в общем Совершенно Это не ощущается Я Вижу это И по своим ученикам В разных странах В разных странах мира Которые Не относятся По своему Происхождению К народу Израиля И совершенно Противоположные Очень далеки От нас Ну там Я уже не говорю Там Немцы Французы А вот Южная Америка Индейцы Там И так далее Русские Сибиряки Африканцы Турки То есть все Они чувствуют Свою зависимость Но по мере того Как они начинают Раскрывать в себе Эти две части И народы мира И Израиль Что в них Они Начинают Владеть Этой методикой То это Чувство Зависимости Оно постепенно Улетучивается Это как Ученик Который получил Учение От своего Учителя И дальше Работает С ним Развивает И самое главное Потому что Мы все Определяемся Как находящиеся Под этой Высшей силой Поэтому Если она Все определяет Если она Все решает Если она Наделяет Каждого Его личным Участием Характером Соответственно Силами И так далее То Человек Начинает понимать Что самое главное У него Выполнить То что есть И Ничего больше Не надо И выполнить Это он не может Если Его же Остальные части То есть Все люди На земле Не будут Выполнять свою роль Так что Он в целом Зависит от всех Здесь Вот В течение Этой работы Уравнивается Абсолютно все У каждого Свою функцию Да И она Обеспечивает Всех остальных И зависит От всех остальных Это и называется Гармония Это как В лего Есть Части Которые Выпуклые Которые Вогнутые И ты не можешь Если ты их Не соберешь правильно Ты чуть не получишь Цельной картины Ты не можешь Отрезать какие-то куски А какие-то там Залепить пластилином Какие-то пустоты Может быть Дети хотят Так сделать Надо найти Именно эту часть Можно даже Я видел Как пытаются Всунуть Насильно Прямо Молотком Ну это шуточное Такое исправление Конечно Но мы пытаемся То же самое сделать На самом деле Пока начинаем понимать Что все свойства В каждом из нас Выпуклые Вогнутые Положительные Отрицательные Они все нуждаются Только во взаимном Дополнении Вот найти Сопряжение С остальными Это и есть Исправление По-моему Точно Четко Мы все Мы дополнили Даже Мы об этом не говорили В следующей передаче И вот Итро появился У Муше Итро видит Такую картину На утро Что Муше Сидит И объявляет Законы Творца Народу Судит народ Перед ним народ С утра до вечера стоит Итро говорит ему Что ты так не выдержишь Ни народ не выдержит Ни ты не выдержишь И предлагает вот что Он говорит Ты же выбери Из всего народа Людей дельных Боящихся всесильного Людей правдивых Не терпящих корости И поставь их над народом Главами тысяч Главами сотен Главами пятидесяти И главами десяти И пусть они судят народ Во всякое время И будет Всякое важное дело Представят они тебе А всякое дело малое Судить будут сами И будет тебе легче И они понесут с тобой Это бремя Если ты сделаешь так И всесильный Повелит тебе То сможешь устоять И весь народ Этот прибудет На свое место В мире Кстати о месте Что происходит Мы говорили с вами Это начинается деление Как бы Свойства человека Сначала Человек Да Человек начинает видеть Какие в нем свойства Исправляются Под воздействием Методики исправления Под воздействием Высшего света Которое проявляется В нем Свойства отдачи Которое проявляется В нем Какие-то его свойства ближе к этому, и какие-то его свойства дальше от этого. И вот начинает вот эту вот градацию внутреннюю, да. И таким образом строит из просто горы какой-то непонятной, начинает ее градуировать, начинает ее превращать в пирамиду. И действительно это пирамида, потому что особые свойства, они их мало. Более такие простые свойства, удаленные, более эгоистические, их много. Так что в итоге получается именно вот такая конструкция. То есть вот эта пирамида, есть такие 50 тысяч, это и... А Этроида понимает, потому что он, как происходящий из эгоистических свойств, понимает их градацию, понимает их различия. То есть он из себя говорит. Из себя говорит, конечно. Чтобы нас исправить, он говорит, ты друг друга. Эгоизм устроен по пяти свойствам, по пяти толщинам, по пяти уровням эгоизма. 0, 1, 2, 3, 4. Пять уровней эгоизма. Этроида хорошо знает. И когда Муше пытается начать... Всю гору обрабатывать. Да, обрабатывать всю массу свою, или человек внутри себя, то эта масса, она представляет собой тоже подобие человеческой массы, только внутри этого человека. И у него, ему страшно, человеку. Да как я с этой массой справлюсь? Да, в кабинетическом языке он называется Ахаб де Гальгаль Тейнай. То есть Гальгаль Тейнай, это в чистом виде, это Муше. А Ахаб, который ему надо обработать, народ Израиля, но это народ. Это вся гора. Да, это Ахаб де Гальгаль Тейнай, это эгоизм, который присущ этой группе. И он подобен, в общем-то, в чем-то эгоизму, который находится в народах мира. И поэтому Итро знает, как его обработать, каким образом надо к нему относиться. Он уже сначала приступил ко всему исправлению. Конечно, по своему свойству, потому что он один, единственный, равный. Свойство хасадим, растекающийся, всем с широкой рукой, широким сердцем и так далее. А это не подходит. Эгоизм должен исправляться постепенно, поступенчато. И вот тут вот Итро делает этот порядок. Итро говорит, с нами надо поступать так, да? Да. Разгрудуировать нас, какие мы есть. Да. Ну и здесь, конечно, есть очень много свойств. Кстати говоря, вот тут решаются свойства обратной взаимодействия Света и Кли. Потому что... Как и что, кстати, понять очень трудно. Да. Ну, хотя бы из того, что самые сильные военачальники должны быть над тысячами. Самые сильные над тысячами. Да. А самые слабые... Над пятидесятами. Над десяткой. Над десяткой. Да. То есть, но заодно десятка, она самая легкая. Она самая воздушная, она самая духовная. Она самая близкая, как бы к Творцу. Да, она самая близкая. То есть, самые слабенькие, они в итоге будут командовать самыми сильными. А самые сильные будут командовать огромным количеством слабых. То есть, слабых – это удаленных. 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 Которых мы тогда... Эгоистических, да. Ну, это понятно, в принципе. Что лучше. А потом наоборот. А потом наоборот получается. Получается обратная пирамида. Не прямая это, а еще и обратная. Вот тебе получается уже и звезда Давида. А что значит обратная пирамида? Потому что, когда начинают работать над собой, то вот эти вот десятки, этот десяток светлый, первый, в нем начинает возбуждаться огромный эгоизм, потому что свет на него действует больше всего. И они начинают, наоборот, ощущать в себе огромную тяжесть. И опускаться. И опускаться. А эти слабенькие и маленькие, которых там, допустим, тысячи или десять тысяч, они каждый в себе немножко исправляют, благодаря своей массе им надо немножко исправить. И поднимаются. То есть, они все равно складываются. Да. Каждый понемножку исправляет. И получается обратная пирамида. Пирамида переворачивается. Да. И вот эти два взаимных треугольника накладывающиеся друг на друга. Прямой свет и отраженный свет. Это и есть бездонавида? Да. Это и защита тоже является? Это и защита. Щит. В большом комментарии написано о том, что, значит, выбрано было 600 судей-тысячников по одному на тысячу, 6 тысяч судей-сотников по одному на сотню, 12 тысяч судей по одному на 50, 60 тысяч судей по одному на 10. Итого было предложено 78 тысяч судей. Количество, конечно, так. Ну, шестерка нам понятно, откуда идет. Потому что это основная эгоистическая ступень. Она состоит из хэсэд, квуратифэрэд, нэцэход, ессот. Из шести свойств. И поэтому умноженное на 10, на 100, на 1000. Это понятно. А вот 50 там в середине, да? Это почему? А вот потому что свойство Бене, оно находится между Кетером и Малхут посреди. Включая в себя эти два свойства в равной степени. Ну, это еще потребует объяснить. Это мы будем потом объяснять. И дальше так. Послушал Муше и Тро, избрал способных людей, поставил их главами народа, главами тысяч, сотен, 50 десятков. Чтобы судили они народ во всякое время, дело трудное приносили Муше. Всякое же дело малое судили сами. И отослал Муше тесте своего и пошел тот в свою страну. То есть, получил от него совет. О чем здесь речь, мы как бы поговорили с вами. Дальше происходит следующее. Вот начинается действие. Драматические ситуации, как мы говорим. На третий месяц, по выходе сынов Израиля из страны египетской, в этот день пришли они в пустыну Синай. И расположились станом в пустыне. И разбил лагерь там Исраэль напротив горы. А Муше поднялся ко Всесильному и возвал к нему Бог с горы, говоря, «Так молви дому Якова и скажи сынам Израиля, «Вы видели, что я сделал Египту, вас же поднял я на орлиных крыльях и принес вас к себе. А теперь, если вы будете слушаться меня и соблюдать союз мой, то будете мне избранным из всех народов, ибо моя вся земля. И будете вы мне царством священнослужителей и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Это, в принципе, та предыстория, о которой вы рассказывали. То есть то, чем должен служить этот народ. Да, для исправления всего человечества. Но, в принципе, человек должен воспринимать это двояко. Что, во-первых, говорится все о нем. Что в нем. Что внутри него все эти свойства существуют. И народы мира – это весь эгоизм, что в нем. Израиль в нем – это испорченный альтруизм, который тоже работает на эгоизм пока. Поэтому называется, что находится во власти. Это любой человек. Любой человек во власти эгоизма. То есть все наши даже хорошие побуждения суждены нам благие порывы. Но эти все благие порывы, они находятся в эгоистических свойствах. Даже добавка, ну, свершить ничего не дано. Да. Именно потому, что мы находимся во власти этого эгоизма. Это называется египетский плен. Изгнание. Так вот, человек должен представить себе, что все это в нем существует. Он должен себе это все определить. И разложить это. И начинать чувствовать через это. И также таким образом начинать видеть, что это все и в мире вокруг него существует. Эта картина прорезается постепенно, умозрительная. И вдруг ты видишь, когда ты накладываешь ее на весь мир, каким образом это работает. Это на самом деле действует. Это просто вживую, в каждое мгновение реализуется. Вот изнутри, если человек пытается так себя организовать в своей внутренней организации, то он, начиная через эту внутреннюю свою организацию, видеть таким образом организованный мир. И тогда все, что происходит в мире, для него становится понятно, как это течет, к чему, почему. Картина мира проясняется. Вопрос мой такой здесь. Ну, чтобы для некоторого пояснения. Что такое поднялся Муши на гору к Творцу? Поднялся Муши. Что такое, что наша, это как бы точка в сердце, мы говорим? Точка в сердце. Когда я начинаю чувствовать подъем в свойства отдачи, в свойства отделения себя от эгоизма, уже не отождествляю себя с ним, оставлю себя против него, тогда я приподнимаюсь над ним, приподнимаюсь над землей, поднимаюсь на эту гору ненависти, гора Синай. Синай – это ненависть. Синай. Бразина. Вы честно, кто будет говорить? Да, именно то, что человек ощущает как образ, как качество. Это значит, я оставляю народ под горой, да, сам поднимаюсь. Вот я оставляю все, что тянет меня по-другому видеть мир. И поднимаюсь именно к этим новым качественным определениям. Далее говорится так. Спустился Муши и объявил то, что говорил ему Творец. И ответил весь народ вместе, и сказали, все, что сказал Бог, сделаем. И передал Муши слова народа Богу. И сказал Бог, обращаясь к Муши, вот я иду к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверят также в тебя навсегда. И сказал Бог, обращаясь к Муши, иди к народу и освящай его сегодня и завтра. Пусть выстирают одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо на третий день сойдет Бог на глазах у всего народа на гору Синай. То есть, вот эта вот точка, которая поднялась, заключила какой-то там договор. То есть, человек начинает контактировать со свойством отдачи, он привлекается к ней, он уже начинает впитывать ее в этой своей наивысшей точке, называемой Муши, от слова Мушех, которая вытаскивает себя из эгоизма. И через это он начинает получать это свойство, эту высшую энергию, высшее качество. И поэтому он начинает чувствовать, каким же образом можно ему теперь далее работать на отдачу Творцу. То есть, обретать вот такое же свойство абсолютное, перед которым он сейчас находится, он чувствует его, но еще не принадлежит ему. Есть сопряжение, но сопряжение внешнее. Для этого он понимает, что все его эгоистические свойства сейчас ему таки будут необходимы для того, чтобы, насколько он сможет их привлечь к себе, мощь притянуть в эту точку в сердце, которая находится в контакте, вкладывать туда постепенно от своего эгоизма. Как бы весь народ присоединять, присовыкуплять к этой точке, к муше, называемой. Да, для этого они должны пройти определенный период последней подготовки. Это вот эти три дня отторжения от своего эгоизма и исправления своих внешних свойств, так называемых одежд. Потому что у нас есть шорош на шамагуф, левуш и халь. Так вот, шорош на шамагуф мы уже исправили, это внутренняя часть, без этого мы бы не вышли из Египта, так сказать, человек бы не оторвался бы от эгоизма, точка в сердце и оторвалась. А теперь мы должны исправить левуш, одеяние, так называемые, на душу, и потом уже исправляется уже и халь, это все остальные свойства мира. Шорош на шамагуф. Шорош на шамагуф. Это внутреннее. Это как бы корень на шамагуф, как переводится? Корень, душа, да, и тело. Это все, что в моем теле, как бы в мясе существует, грубо говоря. Этого нету, но вот так это образно выражается. Одежда – это то, что на мне. Это то, что меняется, то, что я могу снять, одеть и так далее. Ихаль – это то, где… А ихаль – это весь остальной мир, как бы. Это, как перевести, ихаль – обитель, как бы, полная. Вот недавно вы это сказали, потому что здесь написано, пусть выстируют одежды свои, да? Да, да, вымыть. Вымыть – это, значит, как бы света милосердия, исправить. Я вот смотрю на время, у нас время заканчивается, вот у нас впереди сейчас самый экшен так бы начинается. Ну, продолжим. Я думаю, что мы в следующей передаче продолжим. Дорогие друзья, будьте с нами, дальше мы будем говорить уже о заповедях и о том, что же Творец сказал народу. Ну, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин